Дороже, чем в новогоднюю ночь. В разгар снегопада стоимость поездок выросла в три раза. Но снег прошел, а цены остались. Как-то неприятно, слишком дорого, даже на коротких дистанциях. Раньше было рублей 60-50, а сейчас там 106, допустим, 110. В Москве еще дороже. Вот, заказываем такси от редакции до Белорусского вокзала. Обычно 300 рублей максимум, сейчас 600. И видно, что водители не спешат брать этот заказ. Цена уже нормальная, с чего вы жалуетесь? Нас вообще никто не спрашивает. Водитель такси не знает стоимости поездки до тех пор, пока не посадит пассажира в салон и не нажмет кнопку «поехали». Цену назначает не он и даже не директор таксопарка. Агрегатор, по сути, искусственный интеллект. Учитывает спрос, количество машин, пробки, снежные заторы и даже холода, как сейчас, делают поездку дороже. Когда температура минус 5, то люди смогут с удовольствием прогуляться. А когда минус 15, то уже особо не прогуляешься. И цена повышается. Это происходит на программном уровне, в автоматическом режиме. Когда вырастает спрос, и спрос сильно повышает предложение, то там начинает повышаться цена. И здесь уже таксисты объясняют, если не повышать, никто просто не выйдет на линию. Потому что одно и то же расстояние едешь по времени больше. Пробки были по 10-ти бальной шкале 10 баллов. То есть город стоял. Экономика простая. Один и тот же километр в обычное время проезжают за 10 минут, а в непогоду стоят полтора часа. За рабочий день обычно делают 15 рейсов, за снежный или холодный – 10. Но все же у водителей и пассажиров приложение выглядит по-разному. Таксист видит город в другом цвете. Выгоднее всего работать в фиолетовой зоне. Самое фиолетовое место, самые высокие спроса, самые высокие цены. Где вот нету фиолетового, возьмешь заказ с такой обычный, за 200 рублей можно будет иметь. А где вот фиолетового, там уже все, высокий спрос. В такси их называют справедливыми, сбалансированными. Если один таксопарк завысит, цены клиенту уйдут к другому. Но, например, в Москве 90% машин работают через один или два агрегатора. И сейчас антимонопольная служба проверяет, нет ли сговора. Проводим оценку степени влияния агрегатора такси на рынок пассажирских перевозок такси. В том числе оценку ценообразования и обоснованности размера комиссии. Пока агрегаторам рекомендовали не поднимать цены. Пассажирпоток упал на 28%. Мы вновь и вновь обращаемся к агрегаторам о том, чтобы они пересмотрели свой алгоритм образования цены, выходные, праздничные дни и особенно в дни непогоды. Более жесткое вмешательство может негативно отразиться на рынке перевозок. Что случится? А мы опять вернемся в серый рынок. Вот молодежь этого не помнит, а старые москвичи этого помнят. Когда в такси сажусь и договариваюсь, за какую цену он меня, голубчик, повезет. Ситуация может развиваться по двум сценариям. Например, в Ноябрьске, несмотря на суровые морозы, жители объявили бойкот службам такси за повышение цен. Но все же есть более оптимистичный вариант. Потеплеет и агрегаторы автоматически снизят цены поездок на такси. Продолжение следует...